итак ребят всем привет сегодня я выехал на очередной коп свое одно из более-менее излюбленных мест где очень хорошие у меня находки раньше были раньше это в прошлом году проза прошлом в этом году не особо потому что его хорошо уже изрядно вывели созвонился с костяном вот они подъедут чуть позже с лёхой так что сегодня я буду копать не один а втроем сегодня мы будем копать в деревне которые практически исчезла в начале в начале где-то двадцатого века вот находки здесь у нас имеются вплоть до шестидесятых годов вот ранее что здесь было у меня это здесь у меня была павел 1 екатерина анна ивановна то есть макс максимальный предел откуда пошли находки до анна ивановна хотя хотя подымал неподалеку наверху татаро-монгольские пулы а медные я был удивлен когда их нашел вот так что не даже не знаю с какого периода делать замеры когда есть была деревня потому что интересная просто хотя может потеряшка это и кто-нибудь из местных жителей хранил эту монету передавалась может из поколения в поколение в итоге она здесь затерялась и я ее нашел и так ребята здесь настолько чистая невинная природа что вот такие вот вещи такие вот вещи просто грубо говоря заходят в гости и не боятся ничего знакомиться какая красивая бабочка красивая такая расцветка да здесь такая безобидная природа что можно пообщаться не просто вот с такими мелкими существами но и с крупными я вам чуть позже покажу как я общался в пруду с рыбами рыбки просто-напросто гладила рукой и не боятся такие вот зачетные вещи у нас тут происходит красивая зачетная бабочка а и а и 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 Это не обращая никакого внимания. Ну, а так, ладно. Продолжаем, продолжаем. Итак, ребята, подъехали мои друзья, товарищи Камрады. Сегодня они приехали втроем. Еще один у них новичок. Вон он, там он копает. Не знаю, сейчас увидим, нет. Вот он. Нагнулся, не видно. А Костян, который ястребов, канал, вон там он копает. И Леха чуть подальше. Разбрелись мы по разным углам. Вот, и все шурфят, потому что трава очень высокая. Очень высокая. Солнышко жарко, пекет. Весь сырой, как не знаю кто. Уже полторушку усосал. Вот такие вот пироги. Чуть позже я пройдусь по их шурфам. Засниму, что они засняли. Что подняли. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим. Все еще впереди. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, наконец-то у меня первая-первая монета. Монета у нас вот такая вот. Без дефектов вижу. Круглая. Дырочек нету, вмятин нету. В принципе, добротная монета. Так. Сейчас посмотрим. Так, это у нас царь. Царик. Блин, устал я шурфить уже. Руки трясутся. Вот такая вот монета. Судя по всему, это у нас одна копеечка. Ничего не видно, как вы видите. А ничего вы не видите. Вот такая, по крайней мере, круглая. Без дефектов. Ну, ладно. Отмоется. И мы узнаем, что у нас за год такой был. Здесь попадаются кованые гвозди. Много керамики. И серая. Вот такая вот. И оранжевая. В общем, всё-всё-всё попадается. Кроме цветных хороших сигналов. Несколько сигналов были. Поднял конину. И напёрсток, напёрсток. Грубо говоря, прям в руках у меня развалился. Гнилой. А конина обычно плоская. Даже дефектованная. Ну, я её не снимал. Вот так вот. Сидим мы в этой ямке на улице. Очень-очень жарко. И мы сидим вот в такой вот яме. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, у меня находка и труды мои оказались не напрасным. Перешвырял уже вот такую вот кучу. И у меня был сигнальчик. Кое-как его нашёл. Пин не доставал. А... Макро достал. Вот такой вот маленький крестик. Маленький крестик. В принципе, в таком зачётном сохранчике. С ушком. Всё ровненько. Вот такой вот зачётный крест. С обратной стороны у нас молитва. А с другой стороны такой православный крест. Кстати, молитва к честному кресту называется. Ну, ладно. Зачётная находка отправляется, конечно же, в коллекцию. Продолжаем. Итак, ребят, с находками у меня совсем плохо. Стал уже засыпать за собой шурф. Вот, подрезаю кромочку. И вот на срезе был сигнал. И вытащил вот такой вот добротный напёрсток. Вот такой вот. Если кто не знает из молодёжи, что такое напёрсток, это у нас мамы, бабушки и прабабушки одевали вот такие вот штучки на палец. И, дабы не уколоть палец, шили, зашивали, штопали вот такими вот вещами. Вот сюда вот на донышко упиралась иголка с ушком. И надавливали, и продавливали кожу. Всё, что прочно нужно было проколоть. Ну, вот такие вот штучки у нас всплывают из земли. Это наша история. Ладно, продолжаем. Итак, подошёл, ребят, к Костяну. Яма у него нехилая, не меньше моей. К сожалению, находок у него ценных нету. Не знаю, что с шурфами творится. Наверное, в прошлый раз, как я видео у него смотрел, обидел он, наверное, деда земляного. Ругались они на него. И вот земляной дед нам здесь ничего не даёт. В частности, ему накамывал. Он шмурдикал, как вы видите, пал, но всего-всего сопутка есть, но монет нету. Пробегусь я, что у него тут. Ну, вот видите, сопутка есть, всё хорошее. И вот такие вот костыли в брёвна вбивали, скрепляли. И вот такие вот ножи, которые чистили обувь, чистили полы, скаблили. И вот ложечки такие вот декоративные, красивые, разные, алюминий, латунь, от керосинки. Всё, всё имеется, даже серп имеется. Кирпичей куча накопал. Кости хорошо есть. Керамики разной, разной керамики. Подошва полностью кожаная, старая. Да, вот подошва. Подошва это тоже признак того, что здесь был дом. Причём она не резиновая, а именно кожаная. Но ничего, к сожалению, у него здесь нет. Да, вот столько трудов, столько трудов. И ни хрена ничего не выкопать, конечно, обидно. Я предлагаю куда-нибудь сместиться в другое место, в тенёк. Солнышко у нас пикёт очень сильно. Но никак ничего у нас тут не получается. Сейчас пойду посмотрю, что у нас ещё Лёха накопал. Потом ещё один парнишка, новичок, тоже копает. Надо вот узнать. Вот таким вот способом у нас Костян шурфит. Срезает сантиметр за сантиметром и прозванивает. Ладно, сейчас, наверное, обедать, совещание. И может куда-нибудь дёрнем. Не знаю, куда-нибудь в тенёк, в лесок. Не знаю, посмотрим. Ну а так, смотрите, что-нибудь сегодня выскочит. В каждом видео у меня имеется какая-нибудь изюминка. Но в данном случае изюминки у меня нет. Одна царская монета, крестик, конинка и напёрсток. И на этом всё. Ладно, продолжаем. У Костяна здесь вот такой своеобразный холодильник он сделал. Ну всё, смотрим. Итак, ребят, переехали мы на другое место. Решили забуриться вчетвером вот в такой вот лесок, дабы на улице очень жарко. Невыносимо шурфить тем более, ходить по открытому воздуху. И мы решили зайти вот в такой лесок. А зашли в лесок, в мой лесок, где я подымал чешую петровскую и решили сюда же вернуться. Может быть и что-нибудь выпадет. Итак, у меня первая находка. И находка вот такого плана. Это у нас монета советская. 15 копеек 1957 года. Вот такая вот монета. Ай, комары, жуть, жуть. Вы даже не представляете. Вот держу камеру в руке и у меня штук, наверное, 15 облепило комаров на одной руке. Ладно, надо одевать перчатку. Продолжаем, смотрим. Итак, продвигаемся мы вот по такой вот очень-очень старой, забытой дороге. Почему мы решили, что дорога здесь? Немножко видно то, что вот такое вот пространство небольшое. И на ней попадаются советики. Самый ранний советик пока попался. 1936 года. 10 копеек в квадрате. И очередной у меня сигнал был. Об лопату шмякнуло. Был звон. И выпал вот так вот монета. Это у нас пятачок с 40-го года. Сохран просто шикарный. Шикарный сохранчик. Зачетная монета. Ладно. Забираем, забираем. И отправляется она сейчас в карман. Итак, здесь находочка вот такая вот у Кости выпала. Весьма такая старая находочка. Перстенек. Вообще зачетная вещица. Жалко, что рисунков на ней нет, походу. Мне кажется, есть. Ну не знаю, сейчас. Грязь какая-то просто. А может быть и... По-моему, чисто, без записи. Да? Гладкий. А, нет. Какая-то полоса вот так вот идет. Ну очень плохо видно. Под затертой. Не знаю, Кость говорит, что-то какой-то есть рисунок. Мы не знаю. Какая-то линия пунктюрная вот так вот, видишь, проходит. Давай еще тирану. Что-то было. Затерлась. Да. Ладно. Напаянный, что ли. Сейчас минут пять назад, вон там, вон, как я отснял пять копеек 1940 года, и только убрал камеру, и двинулся из леса, что-то летело такое огромное, с большим хрустом. Я не знаю, штаны у меня были сухие после этого, но все равно, чуть не ложил штаны. Пробежал лось, огромный лось, размером, наверное, с корову, в трех метрах от меня. Я просто смотрю, люблю смотреть передачи про выживаемость, про жизнь выживаемости. И в данном случае я очень громко, сильно заорал, чтобы это животное испугалось. И действительно, буквально в пяти метрах он свернул и пробежал мимо меня в трех метрах. То есть то, что я крикнул громко, его, конечно, в шок ввел. И он резко двинул и пробежал мимо. Жалко, конечно, то, что в этот момент у меня не было камеры. Камеру я как раз убрал, и буквально это произошло. Ну а так, в этом лесу нужно быть аккуратным. Мало ли что, вот из этих зарослей может вылезти. Вот так был сигналчик отвратительный. И выпала монетка. Вот она монета. Это Советский Союз. Советский Союз. 20 копеек. 1900... Вот так. 81 или 61? 81 вроде. Ладно, продолжаем. Так, у меня очередной сигнальчик. Выпала такая от монеты. 10 копеек. 1936 года. На приличной, в принципе, глубине. Здесь вот где-то сантиметров 20 точно. Вот такая от монетка. Ладно. Забираем. Итак, решил я вот снять вот такое чудовище. Ну не бойтесь, он у нас мертвый. Вот такой вот жук-олень. Причем костяный, говорит, он уже, наверное, с десяток их видел. И все они вот в таком сухом виде. Хороший жучок. Очень хорош такой. Страшненький. Просто какой-то бармалей. Ладно. Пусть продолжает сохнуть. И так был сигнальчик. И вот у меня выпала вот такая от монета. Монета. 15 копеек 1981 года. 15 копеек. Вот мы здесь с костью рядышком ходим. И не можем понять, что за фигня здесь с дорогой творится. Непонятно. Там он. Вон там у нас вода. Здесь ряд пробок водочных. Здесь вот непонятная дорога шла, 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 шла. Дотуда и закончилась. Потом там какая-то дорога непонятная. В общем, фиг пойми, что здесь с дорогой творится. Не можем определиться, как, куда и что шло. Знаю, что метров 300 туда наверх. Там дорога есть. Екатериновский тракт. Но мы до него не дошли, потому что очень сильные дебри такие. Кусты просто не дают нам проходить. Ну, так вот. Внизу у нас речка. Вон у нас. Там он костян. Вон он. Шатается. От кого? От санок? Ну, кто-то здесь. Кто-то здесь на санках носился. Да. Ладно, продолжаем. Итак, ребята. Проходил вот мимо. И вот такая вот банка. Банка. Вроде ничего невзрачного. Ничего особенного. Но вот здесь вот, смотрите. Написано куска. Наверное, закуска. И вот, смотрите. ГОСТ. ТУ-18. РСФСР. Вот это вот антиквариат. Они консервная банка. Вот такая вот закуска. Интересно, интересно. Ладно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Продолжаем. Там костян что-то снова копает. Там вон что-то Леха шумит. Ну ладно. Двигаемся. Итак, пацаны у нас собираются. Они втроем будут сейчас уезжать. Я тоже двину вместе с ними. Сделаю обзор находок. Это у нас находки кости. Вот зачетный перстенек. Вот такой вот классный перстень. Жалко, что без рисунка, но целый, круглый, без изломов. Вот такая вот пуговка. Говорит, когда я его поднял, когда выкопал из земли, чуть сердце не ёкнуло. Похоже на золото. Так, 5 копеек 32-го года. 3 копейки 49-го года. 15 копеек 46-го. 10 копеек 60-го. 2 копеечки 72-го. 10 копеек 82-го. Вот такие вот находки у нас кости. Вот. Сегодня с находками кости и я. Леха и новичок у нас без находок. Вот. Так что сейчас я сделаю обзор своих находок и домой. Ладно, ждите. Ну а теперь, ребята, я вам покажу свои находки. Правда, хвастаться снова в очередной раз нечем. Находки такие мутные. Мутные, но я сегодня накопал поболее, чем фишеры 75-е. Вот такой вот наберсточек. гильзу я взял из-за того, что на обратной стороне у нас имеется надпись. Так, надпись, надпись, кайнот, кайнок с твердым знаком. Это у нас революция. Вот капсюль я собираю для коллекции. Так что я его взял. Интересная вот такая вот гирька. Между прочим, ювелирная гирька. На ней имеется вот надпись 20 грамм. Вот такая зачетная гирька. Затем конина и крестик. Вот такой вот зачетный крестик. Затем царская 1895 года. 5 копеек 1944 года. 15 копеек 57-го. 36-го 10 в квадрате. Ну и ранние советики 20 копеек. 15 копеек. Вот такие вот у меня находки. Ну, поболее, но все равно. Хотелось бы и лучше. Ну и все, на этом я, наверное, буду заканчивать свое видеокоп. Все, ребята, смотрите, комментируйте, подписывайтесь. Все, всем удачи, пока. Субтитры подогнал «Симон»!